Кубок России Что ты в этой номинации сделала вчера? Я вчера заняла первое место абсолютно в своей категории и чему очень рада. Вот когда вы делали, ну про тренера я отдельно вопрос задам. Когда ты со своим тренером делала произвольную программу, какой ты образ пыталась в эту произвольную программу заложить, вложить, получить? Это образ Снегурочки. Когда я первый раз услышала музыку, я просто не поняла. Я не знала, как создать этот образ, как его поддержать. Но у меня тренер очень хорошо чувствует, видимо, мой потенциал, что я могу показать. В итоге это оказалась Снегурочка такая веселая, задорная достаточно. Немножечко игривая. Образ положительный мне понравился. И сейчас он мне импонирует вполне. То есть все-таки Снегурочка? Да. А ты уверена, что Снегурочка должна иметь такое короткое платьишко? А это момент игры. Да, моя Снегурочка после моей предыдущей училки в другом платье иметь просто не может. Я вот не зафиксировал, у тебя две косы или одна? У меня одна коса. Одна коса? Периодически. Иногда две, иногда одна. С одной мне интереснее. Ясно. Ты пробовала себя в бикини, пробовала себя в бодифитнесе. Теперь ты распробовала себя в фитнесе. Изыскания ты считаешь полезными прежде всего для кого эти? Для меня, ни для кого больше. Я пробовала не для того, чтобы узнать, как там, как там. Это было начало. Я знала, куда я пойду в конечном итоге. То есть я пришла, сначала я научилась стоять, я научилась тренироваться грамотно. Я научилась владеть своим телом. И на сцене чувствовать себя увереннее. То есть каждый раз получается что-то новое. Я сама для себя удивительным образом узнаю, что я могу в панике сделать что-то не то. Даже уже на пятый сезон моих выступлений все равно получаются казусы. Но все равно это лучше. То есть опыт из бодифитнеса. Сейчас в фитнесе у меня уже третий сезон. И все это все равно продолжается опыт. Я мотаю на ус. На чей ус он намотает, мы уточнять не будем. Но следующий вопрос. Весенний соревновательный сезон завершен или что-то еще будет? Нет, будет еще чемпионат Европы и пару коммерческих турниров, думаю, относительно Праги. Кстати, хотел с вами поговорить на этот счет. Не надо говорить, надо ехать. Надо ехать, значит я поеду еще и в Прагу. Вот так вот. Испания и Прага. А в сентябре Канада? Обязательно, потому что для меня нет весны без осени. То есть это год. Начало у нас, соответственно, Россия и Европа. Далее из Европы, ну, логически вытекает мир. Смысл выступать на Европе, если не ехать на мир. И смысл хотеть поехать на мир, если пропустить Европу наоборот. То есть вот все взаимосвязано. Более-то безусловно есть. Но конечная цель какая? Конечная цель? Да, конечная цель твоих выступлений. Получение прок-карты, удовлетворение, я не знаю, там, своих эстетических особенностей. Удовлетворение личных амбиций в плане спорта. У меня характер спортивный, поскольку я с детства в спорте. Мне интересно сделать, добиться, наверное, всего, что можно. То есть я буду стараться на Европу, на мир. Также буду стараться, если мне предложат прок-карту. То есть, ну, когда я доживу до этого момента, мне будет очень приятно. То есть это, в свою очередь, признание, признание моей работы, моих сторон. У тебя какое место было на чемпионате мира? Второе. Ну, так по положению ФББ тебе уже не надо предлагать прок-карту. На самом деле, призеры чемпионата мира, первое, второе, третье место, имеют право получить прок-карту. Ты вот как к этому относишься? К тому, что раз тебе говорят, Людочка, солнышко, давай-ка, самое, прок-карту. Получаем прок-карту. И в какой номинации, так сказать, прок-карте ты будешь выступать? Если я выступала бы с этой прок-карты, то я выступала бы, соответственно, в фитнесе. А ты что, разве не видишь, как должна выглядеть, и чем отличается твой внешний вид от того, как выглядят профессиональные фитнесисты? Ну, большое спасибо. Мы не будем ждать ответа на этот вопрос, потому что он был провокационным. Людмила Никитина, Александр Тимошенко для вас, граждане. АПЛОДИСМЕНТЫ